Привет, с вами Сергей Кулеш, Hotline Video и 10-дюймовый нетбук Acer Aspire One D255. Внешне эта модель похожа на старшую D260, однако есть между ними и ряд заметных отличий. Начнем с крышки. В D255 она глянцевая, а логотип нанесен краской, тогда как в старшей D260 крышка отделана матовым софт-тач пластиком, а логотип выложен металлическими символами. Боковины и схема размещения разъемов идентичны, а вот в отделке днища также есть отличия. С D255 оно целиком матовое, тогда как в старшей модели довольно неожиданно используется непрактичный глянец. Трехсегментный аккумулятор емкостью 25 ватт-час полностью помещается в батарейный отсек, вес нетбука при этом составляет чуть более килограмма. Полноценный аккумулятор на 6 ячеек немного выступает за пределы днища, общий вес данной конфигурации 1,15 килограмма. Внутренние поверхности нетбуков выполнены в идентичном стиле. Глянцевая окантовка матрицы и блок клавиатуры вообще одинаковые. По-разному оформлены подладонная панель, а также кнопки включения и тачпада. Отметим, что в комплект поставки нетбука входит компактный телефонный блок питания, а кроме представленного черного доступно еще несколько цветовых вариантов оформления. Acer Espar One D255 комплектуется базовым процессором Intel Atom N450. Объемы дисковой и оперативной памяти варьируются. В качестве операционной системы может предлагаться Windows 7 Starter или сочетание Windows XP и оболочки Android. Конфигурация с Atom N450 гигабайтом ОЗУ и винчестером на 160 гигабайт получила индекс производительности 2,3 балла, а в бенчмарке PCMark Montage набрала 1300 баллов. Время автономной работы составило 5 часов в режиме максимальной нагрузки и 9 часов в режиме чтения от шестисегментного аккумулятора. Компактный трехсегментный аккумулятор покажет вдвое меньшие результаты, учтите это при выборе конкретной конфигурации. Раскладка парящей клавиатуры типична для компактных моделей от Acer. Ее узкое место, миниатюрный шестикнопочный блок стрелок. Тачпад отделен от подладонной панели лишь едва уловимыми полосками, работать с ним на ощупь проблематично. Глянцевый экран показал себя на твердую четверку в плане качества изображения, порадовал максимальным углом наклона, но неприятно удивил слишком высоким уровнем минимальной яркости. А вот система охлаждения однозначно хороша, шум и нагрев соотносятся чуть ли не в идеальной пропорции. Более критичных замечаний во время эксплуатации не обнаружено. Acer Aspire One D255 доступный 10-дюймовый нетбук с оптимальным соотношением цена-функциональность. При выборе конкретной конфигурации обязательно обращайте внимание на объем аккумулятора, цвет оформления и предустановленную операционную систему.